А теперь я предлагаю перейти к вопросу о метапредметной олимпиаде «Московский учитель». И мы пригласили для участия в нашем селекторе Смирнова Ивана Алексеевича, учителя года Москвы, учителя биологии школы 171, поделиться с нами опытом участия в данной олимпиаде. Иван Алексеевич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, это большая честь для меня сегодня рассказать об опыте моего участия и анонсировать олимпиаду следующего года. На педагогическом совете, который проходил в нашей школе в августе прошлого года, было предложение больше участвовать в городских педагогических конкурсах, конференциях для учителей. И я для себя выбрал олимпиаду «Московский учитель». Мне было интересно попробовать именно такой новый метапредметный формат. Я буду рассказывать о том, как я участвовал сам, и о том, как будет проходить участие в этом году. Ну, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться в данном мероприятии. Как это сделать, показано на слайде. Я хотел бы отметить, что регистрация открывается с 25 августа. Для администрации школы важно, наверное, в учительской или, например, в электронном журнале разместить код приглашения для учителей, потому что это необходимый элемент при регистрации. Я хочу отметить, что регистрация при этом, участие в данном этапе, оно анонимное, без фамилии. Поэтому, если учитель выступает не очень удачно, это не является проблемой, только он об этом узнает. И это не должно останавливать участников. Олимпиада проводится в два этапа. Заочный тур с 25 августа по 30 сентября и очный тур. Мне хотелось бы здесь, как вот одному из участников этого года, и призер Олимпиады поделиться таким советом, что не нужно откладывать на последний день, потому что на самом деле на заоченном этапе необходимо будет выполнить три типа заданий. Все они выполняются непосредственно на базе школы и через систему Олимпиады загружаются на сайт. Учителю необходимо будет решить ряд заданий, более-менее в стандартных форматах, АГ, ЕГ, Олимпиадные задания, попробовать свои силы в качестве такого эксперта, который проверяет работы. Ну и самое интересное, и на самом деле самая такая большая с точки зрения вклада в копилку баллов, это творческая часть. В прошедшем году в рамках этого задания необходимо было пройти один день с классом, в котором вы ведете уроки, и посмотреть, какие могут быть межпредметные связи между разными уроками, и как можно было бы выстроить этот день в концепции современных трендов, конвергентности, метапредметности. Для меня это было очень интересно, потому что я посмотрел, как одни и те же темы обсуждаются на разных предметах, на разных языках, и из этого выросло несколько идей, которые, надеюсь, мы реализуем в следующем году в нашей школе. Второй этап – очный, он уже проходит на базе Центра педагогического мастерства. Мне хотелось бы сказать, зачем учителю может быть интересно участвовать в этой Олимпиаде, что дает эта Олимпиада как учителю, так и школе. Ну, во-первых, это отбор на конкурс «Учитель года», номинацию «Учителю года», конкурс «Педагог Москвы», призеры и победители данной Олимпиады имеют право участвовать. Но на самом деле есть еще три причины. Во-первых, это возможность показать своим ученикам личный пример участия в Олимпиаде. Как вот учитель сейчас задает ЕГЭ, точно так же он может принять участие в Олимпиаде, и это, мне кажется, такой очень важный мотиватор для наших ребят. Во-вторых, это возможность пройти путь Олимпиады самому. Мы сегодня услышали о том, как будут проходить школьные, муниципальные этапы, и на самом деле вот этот опыт участия в Олимпиаде, в качестве такого именно школьника, участника, это очень важно. Ну, например, я для себя понял, как работает система, связанная с апелляцией, и, в общем, вот весь этот путь, теперь я могу рассказать, пройдя этот путь, своим ученикам тоже, как вот готовиться к Олимпиаде, какие этапы им предстоит. Ну и третье, то, о чем я уже говорил, это источник новых идей для развития педагогического творчества, педагогического процесса в вашей школе, потому что благодаря вот таким нестандартным заданиям можно взглянуть на обычные вещи по-новому, и это очень-очень ценный опыт. Информация об Олимпиаде размещена на сайте Городского методического центра и Центра педагогического мастерства. Информация также приведена на слайде. Спасибо за внимание. Благодарю. Спасибо вам большое, Иван Алексеевич.